всем приветики я хотел бы показать вам еще один способ как можно убрать рассинхронизацию видео и звука я уже как-то в одном из своих видео рассказывал о том что когда у вас есть рассинхронизация большая то в конце видео то есть вы переходите в конец видео того где есть рассинхронизация и у вас будет видна разница то есть видео будет дальше чем звук вы просто берете инструмент у него со растяжением по времени то есть удерживайте control и появляется такая волнистая линия и начинаете подтягивать звук под видео но проблема в том что это не всегда бывает то есть вы когда переведите в конец можете видеть что у вас нет разницы но рассинхронизация есть что в том случае делать тогда вы можете использовать конвертер конвертер может убрать вообще синхронизация то есть после конвертации вы увидите что все рассинхронизации нету либо он вам покажет где более правильно разложить видео и звук и это видео где не было разницы между видео и звуком она появится к примеру вот у меня есть видео здесь есть рассинхронизация она видно в конце то есть именно вот в конце ролика я заметил что вот где вот здесь вот эта дверка щелкает не тогда как ты должна я пришел в конец а у меня видео и звук одинаковые тогда я это видео от конвертировал и после конвертации рассинхронизация не пропала но хотя бывает что после конвертации пропадает то есть конвертер все так укладывает что все становится синхронизировано а тут получать конвертер не смог это сделать но зато благодаря конвертеру появилась такая разница что вот оно теперь это как раз то о чем я говорил звук не соответствует видео ну или наоборот видео не соответствует звуку и тогда вы просто разгруппировываете видео со звуком и благодаря растяжение по времени подтягиваете звук под видео и все и я так сделал и у меня рассинхронизация пропала то есть вот эта вот дверь к которой там была она где там-то дверь к потерялась в общем-то дверь к вот она да эта дверь к она начала щелкать правильно то есть не было такого что казалось что как-то она не вовремя все все стало вовремя и вот но бывает такое что у вас не в конце нету такого заметного рассинхрона не конвертер после конвертации не помогает и после конвертера тоже не появляется такой вот видимый рассинхрон как у меня именно после конвертера он появился до конвертера не было Что-то тогда делать Тогда вы можете сделать это вручную То есть вы находите какой-то момент То есть вы находите момент, где что-то щелкает Вот допустим, где у меня здесь такое прям явное Где что-то должно щелкать Ну вот вижу какой-то всплеск Вот он на звуковой дорожке, вот он всплеск То есть мы видим, что вот шалем на голове у персонажа А здесь как бы такой открывающийся и закрывающийся элемент И вот мы видим, что вот элемент уже щелкнул Ну то есть элемент оделся, а щелчок только вон он где То есть получается уже рассинхронизация Что вы тогда делаете? То есть вот что можно сделать Ну во-первых, можно сейчас я это все обрежу Чтобы нам видео просто длинное Чтобы нам не лазить по всему видео Вот, что вы делаете? Вы видите, что? Шлем Вот, тут он еще не одет А тут он уже оделся Вот он, а щелчок, вот этот щелчок одевания Он аж уехал куда-то далеко Что вы делаете? Вы опять-таки растяжением по времени Подтягиваете, вот Под курсор, вот оно под курсором Все По идее теперь должно совпадать Хотя еще все равно не совпадает То есть где оно щелкает? Вот здесь Хотя, когда без увеличения сложно это сделать Когда увеличиваешь, все становится по-другому Ну да В общем Ну я думаю, что здесь ясно Вы просто вручную подгоняете Подгоняете видео под звук Вручную То есть вот он здесь еще не одет А дальше А теперь у нас наоборот Сначала щелчок, а потом одевание Одевание шлема Ну вот таким вот образом Вручную подгоняете Чтобы у вас все Ну это, конечно, тяжело Это будет проще, когда Вот вы видите явную разницу Как после конвертера у меня разница появилась Но такое не всегда бывает И тогда приходится Вручную Ну вот сейчас более-менее нормально стало То есть вот здесь Здесь шлем еще не одет А здесь он уже одет И как раз вот он, звук идет То есть здесь буквально разница практически отсутствует То есть вот здесь шлем еще не одет А тут уже следующий кадр Он одевается И звук как раз тут идет Причем даже ничего не происходит То есть это все еще один кадр идет Все, вот следующий кадр пошел То есть да В этом кадре все совпадает Все, можно сказать, идеальная синхронизация Вот Таким вот образом можно Вручную Синхронизировать Именно так я делал Опять-таки В том видосике Который я изначально открывал Не видосики, а Проекте То есть Только в конце получается Вот именно вот в этом видео Вот в этом кусочке У меня конвертер показал Рассинхронизацию И я прям просто Просто ее Растянул Она видна была Она заметна А в остальных Частях видео Тоже была Рассинхронизация И еще Ну она не такая сильная была Как в этом видео В этом самая Самая сильная была Рассинхронизация А в этом менее Ну слабенькая такая Почти что незаметная Но все равно она была То есть в какие-то моменты Проскакивало Что ты замечал Что что-то такое Небольшое есть То есть если тут Прям сильно было видно То там не сильно Но если Так вот всматриваться То заметно И И пришлось вручную Все вот это вот Подгонять Вот где видно Сто процентов Вот написано Это я все вручную Подгонял И в итоге Все видео получилось Идеально Ну может быть и не идеально Но Когда смотришь Уже не ощущаешь Нигде такого Что кажется Что есть рассинхрон Все кажется Все четенько Все нормально То есть таким вот образом Можно Вручную Подогнать Звук под видео Неудобно конечно Но зато у вас Все будет синхронизировано Вот это Еще один вариант Того как можно Синхронизировать Видео и звук Ну а на этом все Всем Покедова Все Субтитры Субтитры